всем привет здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала сегодня хочу вам показать все свои аквы которые действуют на данный момент в этом аквариуме изменилось кое-что так сразу вроде не видно но я да наконец-то я рассадила у веранду не получилось 4 маленьких кустика хотя куст принципе визуально вроде как не уменьшился но поверьте там еще было четыре кустика которые я рассадила вода немножко мутноватая после моих действий потому что корни у нее конечно очень длинные и конечно я подаю вытаскиваем как бы немножко повредила очень тоненькие эти корешки которые как бы цепляются за грунт но я думаю что ничего страшного я делала сегодня я уже не стала снимать как я ее делю потому что это видео есть неком как бы на канале ничего нового вы бы там бы не увидели то есть в итоге я ее разделила у меня еще получилось как бы 4 кустика которые сегодня я и продала надо дам сам особо возмущался что я продаю ну а что делать потому что это мне пока их и верни ее пока сажать некуда в итоге я продала по хорошей цене 4 кустика очень даже приятны мелочи приятно так что в этом аквариуме еще что новенького здесь были мальки анцитрусов но скажем так их съели за ними охотились и день и ночь потому что я никого не отсаживала ну во первых не как бы не хотелось еще один как бы дополнительный аквариум ну я думал кто выживет тот выживет но самец я думаю что не очень расстроился потому что он опять что-то там уже мутит но скаляри охотились очень активно вот так что здесь принципе ничего такого не изменилось кроме того что я рассадила у веранду малыши хорошо растут особенно трое один конечно медленнее растет самый такой маленький но это всегда встречаются какие-то кто растет медленнее тут растет быстрее кто-то вот очень интересуется улиткой да не стали это подрастать и стали больше интересоваться улитками потому что когда они были поменьше но они как-то вот видите еще один приплыл бы самый как бы то маленький вот но так сильно не обижают но бы подплывают очень близко и следят за ними как они там у сами шевелят ну как-то вот так вот он там василий конечно логичка немножко мутноватая конечно здесь как бы там у тебя было много но уже прошло буквально часа четыре наверно я еще сделала подмену сегодня в этом аквариуме а еще кто-то меня спрашивал чем отличаются самка и самец скалярий но в таком возрасте конечно сложно как у меня определить кто из них будущий самец кто самка но на примере василия видно что это самец как это определяется у самцов более такой выпуклый как бы лоб такой жировой но это бывает не всегда а у них такое плоское более брюшко и они вот и всегда ну ну не знал я зуба видела скалярида самцы всегда крупнее вот это василий уже год где-то может быть чуть больше и уже видно что он как бы самец он активный но иногда бывает такое что до до нереста даже как бы не видно кто из них самец а кто самка только можно уже определить во время нереста когда у самки появляется яйцеклад самца гонопод но скажем так я уже как бы немножко научилась уже сразу понимать кто из них самец потому что я определяю не во время нереста определяю по брюшку может быть кому-то это покажется немножко странно но я сразу вижу что если бы скалярии ну скажем так около года или больше года то по брюшку всегда это видно у самок он такое более пухло и скажем так это с обеих сторон вода и то есть у самцов он такой более плоская она как бы не это впало и ну такой что у самок она как бы так это вы это выпирает брюшко немножко как бы с обеих сторон но эти пока малыши здесь можно только по поведению понять кто из них будущий самец а кто нет но у кого-то стал это появляться уже лоб но это как бы не факт что это будет будущий самец вот василий он такой как бы яркий представитель самца у него такое плоское брюшко и очень такой как бы выраженный лоб такой жировой ну хотя он еще такой-то молодой вот видите так что я обычно определяю по брюшку когда там как бы уже чуть больше года и около года потому что как бы это санс это созревают немножко позже чем самки как бы самки пораньше ну вот это вот представитель самца василий не такое как бы есть брюшко она не впала но он такой плоская немножко и лоб у него есть но по лбу я обычно не определяю вот он там что-то может быть там остались последние анцитрусы это хочется так что вот так вот в этом аквариуме сейчас я вам еще покажу свои другие и что у них произошло так что вот так вот малыши плавают так что а еще это по поводу марбла ну скажу так что пока как бы активного роста я за ним не вижу это видимо все-таки это же она без и они очень долго адаптируются но у него это появились такие тоненькие корешочки он ведь а вот на этом который самый внизу появилось два листочка но не знаю это посмотрим пока какие-то лески вообще как бы сбросил вот там появилась два новеньких листочка селёночка моя хотя по картинкам в интернете у marvel такие более крупные как бы листочки они конечно обычный она без ну а меньше по размеру но все-таки как бы не такие маленькие может мне какой-то вид такой не знаю белого она без он но посмотрим пока вот он сидит уже уже получается по три недели как брегина пошла в рост хильдебранд вот эти не уже два новых леска это радует так что вот так вот в этом аквариуме их и на дорогой веранду я рассадила хотя вот смотришь и не особо видно что их рассадила но не очень много там было отросточка это я один оставила как бы надо на наращивание ну посмотрим что будет сейчас пойдем дальше с вами посмотрим так ну вот мы приключились в этом аквариуме у меня гуляют малыши с родителями пельвиков родители все гоняют причем и всех это гнезпа выгоняли всех остальных вот выгуливают малышей видно вам не знаю но это это пара скажем так уже очень взрослая если бы не конечно она как бы старая сколько ей но больше четырех лет точно этой парочки в этот раз у него как будто малючки какие-то очень маленькие мелкие это миленькие мобильцы он там плавают не фокусирует пытаюсь на них это сфокусироваться но они их активно прячут но я засняла сегодня видео я вам это покажу потому что раньше они это с ним вот один вон есть вот смотрите какой маленький малипусенький то есть как бы раньше они выгуливали утром и вечером вон вон там еще смотрите сейчас и днем и вечером они с ними стали гулять а я их это пока это подкармливаю как бы на лупе артемии вот сегодня я еще поставила ну это я ставлю как бы артемию без аэрация тоже мне есть это видео как бы на канале и даже у меня был эксперимент как бы с лидированной солью так что вот как здесь тоже жизнь кипит тоже сегодня здесь сделала подмену такую небольшую чтобы не прыгать как бы то малыша мне ничего не сифонило вот так что вот так вот здесь как бы жизнь кипит мне такой вопрос это к вам по поводу буцефаландр вот она уже больше двух недель сидит с этим бутоном но я скажу что бутон увеличился в размере интересно через какое время нам будет свести я даже не знаю какой это как бы точный как бы сорт этой буцефала вернее ее название потому что на птичке тоже там не особо-то знают как бы название этой буцефаландра но вот это вот она сидит но бутончик у нее увеличился так что не знаю через какое время она должна должна как бы распуститься потому что у кого-то быстро как бы распускаются у кого-то нет вот еще одно это буцефаландра у нее было название титан вот так что вот так вот в этом аквариуме сейчас я вам покажу еще свой петушатник что родители как бы то во все охраняют для всех переживающих показываю слюночку с не все хорошо сумиками тоже все хорошо отдыхают на листочках эти никто их не обижает особо не ну конечно когда они подходят очень близко как бы так мальку а если конечно как бы это нервничают а так чтобы кто-то лежал очень маленький в этот раз для может быть это от возраста как бы пеленков уже зависит как бы то что не уж такие как бы это староватый скажем так это пора но как-то вот так вот в этом аквариуме тоже я уже сказал что сделать то что по небольшую подменку просто как бы дали вам это водички чтобы это малыш и не повредить так что вот так вот все живы все здоровы и даже пополнением сейчас пойдем дальше посмотрим ну вот переключаемся это мой петушатник вот там петя отдыхает у черного фона любит он там отдыхать этот аквариум зарос я вот так сказала нужно немножко его полоть но и я не стала его положить раз мне понравилась кого это вот такие заросшие аквариумы ну ему там есть где плавать ничего страшного быть жулики там тоже плавать ножки надыхают какое-то время их пытался обижать но видимо перенул так что он не такой уж принципе агрессивный улиток вообще не трогает а вот с жульками как бы бегал он уже дважды делал гнездо вырос мальчик я вот думаю может быть и попробовать его нерестить но тоже это скажем так нужно еще это подобрать и от нему курочку вот то что это касается заднего фона он там охраняет конечно там его территория он там отдыхает ведь и потому что как раньше у этого аквариум как бы не было фона и он плавал ближе к переднему плану как только я там повесила черный фон все он видимо там отражается в этом в этом заднем стекле и думают что там его этот противник так что вот так вот плывет жулики там юлики плавают вот такой ты мне как бы небольшой кубик на 27 литров что мне захотелось такой куб это большой литров на 200 но это так мыслей слух так что если вам понравилось мое видео ставьте лайк подписывайтесь на канал пока пока а и в и и и Продолжение следует... Продолжение следует...